Привет, друг! Меня зовут Джон Кармилицин и это восьмой новостной CG выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Эмберген наконец-то выпустили миллионы частиц GPU. Добавлено 19 новых пресетов с частицами, исправлены ошибки и улучшен функционал. Мы уже покрутили все новые настройки и пресеты, это выглядит крышесносно. Экспорт частиц еще не проверяли, но все покажем в скором времени на полном разборе нововведений. Также Django FX в этом году планирует запустить экспорт Alembic для частиц, поэтому ждем. Следить за всем процессом разработки можно теперь в Trello, ссылочка на который в описании. Одновременно с запуском частиц в автономной версии вышла бета-версия Эмберген FX для Octane. Все инструменты бесплатны во время бета-тестирования для текущих подписчиков Octane. Как только техническая стадия интеграции Эмбергена в рендер закончится, он будет выпускаться в качестве платной подписки. В бета-версии также появились частицы GPU. Вышло обновление Bifrost версии 2.1 для Maya. Добавили новые ноды для создания геометрии, которые позволяют создать своеобразные сетки, а также различные типы соединений с поиском точек в окружающем пространстве. Добавили графики аэродинамического моделирования, настроили вид нодовой системы, теперь она более понятна для восприятия. Усовершенствовали поддержку Alembic, теперь файлы могут содержать несколько сеток с UV. Можно записывать анимацию в один файл Alembic вместо отдельного файла для каждого кадра. Отмечают, что с этим могут быть проблемы совместимости, так что смотри полные примечания и нововведения по ссылочке в описании. Bifrost – это плагин для создания множества эффектов, включая дым, огонь, взрывы, песок, снег и многое другое. И вот как раз 17 июля в Твиттер мы наткнулись на интересный пост, который прокомментировали Django FX, но это которые разрабы Embergen. Один пользователь чирикнул о том, что он удивлен быстрому процессу симуляции, и он надеется, что Bifrost в скором времени будет таким же шустрым, на что джанговцы ответили «надеемся, что нет». И еще Autodesk для Bifrost выпустили мастер-класс, состоящий из двух частей. Представили разбор эффекта дезинтеграции и… все в общем-то. Ссылка в описании. Epic Games предоставляет систему совместной работы в движке Unreal Engine 4.25 удаленно. Как пишут на сайте, их функционалом уже воспользовались Netflix и Bron Digital. Теперь у специалистов в FX появилась возможность работать дома, и при этом без потери связи со своей командой. Присоединяясь к виртуальной студии в Unreal, все участники могут одновременно редактировать одну и ту же сцену в реальном времени. То есть вся виртуальная студия может полноценно переместиться в виртуальное пространство. В Unreal доступен захват движения всего тела, ну если у тебя и специальный костюм, постановка нескольких камер, освещение, редактирование анимаций и, конечно, инструменты обработки 3D элементов. Все подробности и полное руководство, а по использованию ищи по ссылке в описании. Не ожидай от системы чего-то сверхъестественного. Она только в запуске. Sony инвестировала 250 миллионов долларов в Epic Games. Она приобрела пакет акций, а компания Epic Games привлекла 1,83 миллиарда долларов. Полные данные огласить не сможем, так как нет проверенных источников. Epic не распространяет данные о доходах. Генеральный директор Epic Тим Суини и Кеничиро Ющида, главный директор Sony, заявили, что сделка укрепляет взаимодействие компаний и усиливает их общую цель – продвигать инновации в сфере технологий развлечений и социальных сетей. Игровой движок Unreal все чаще используется крупными компаниями. Например, на этом движке был разработан Fortnite. Также в Unreal была создана графика Мандалорца Джона Фавро. Все понимают, что это не только во благо развития технологии. Сделка важна как для Epic, так и для Sony. В этом году выходит PlayStation 5, и Sony планирует вместе с Epic разрабатывать игры на движке Unreal. То есть тем самым Sony получает крупного союзника в битве консолей с Microsoft. При этом стоит отметить заявление Epic о том, что Unreal Engine 5 и Fortnite будут работать со всеми игровыми платформами, несмотря на объединение с Sony. Fortnite является кроссплатформенной игрой и приносит немалый вклад в общую стоимость компании. Ну, которая оценивается по некоторым данным, причем неподтвержденным, в 17 миллиардов долларов. Но для нас, потребителей, эта коллаборация означает выпуск игр с крутой графикой на PlayStation 5. SuperLuminal выпустил Stardust 1.6.0. Stardust – это плагин для After Effects, для создания частиц, объектной графики и различных эффектов. В новой версии добавили поддержку в Volume Rendering, то есть эффекты дыма и огня. Теперь можно импортировать файлы VDB из любых 3D-пакетов, а также визуализировать внутри After Effects. Частицы в этом году набирают обороты. Интересно, как будет работать. Facebook разрабатывает AI SuperSampling для повышения производительности рендеринга для VR-гарнитур с высоким разрешением. Используя нейронные сети, исследователи Facebook разработали систему, способную вводить изображения с низким разрешением и получать выходные данные с высоким разрешением. И всё это с рендерингом в реальном времени. Это, по их словам, восстанавливает чёткие детали при сохранении вычислительных затрат. Ну, если доступнее, то вот что пишут разработчики. Чтобы снизить стоимость рендеринга для дисплеев с высоким разрешением, наш метод работает с входным изображением, которое имеет 16 раз меньше пикселей, чем желаемый результат. Например, если разрешение целевого дисплея составляет 4К, то наша сеть начинает с входного изображения 960 пикселей, отрисованного игровыми движками, и увеличивает его до целевого разрешения дисплея в качестве постобработки в режиме реального времени. Это необходимо для того, чтобы затратность на производительность 4К и более дисплеев была адекватной для потребителя с таким же игровым контентом при обработке. Иначе игры с таким разрешением взорвут ваш ПК. Facebook Reality Labs представила новые очки виртуальной реальности, под названием голографическая оптика. Современные VR-дисплеи имеют три основных компонента. Это источник света, например, светодиоиды, панель дисплея, которая осветляет или уменьшает яркость света для формирования изображения, ну и оптический элемент просмотра, который фокусирует изображение достаточно далеко так, чтобы глаза зрителя могли вообще хоть что-то увидеть. За это отвечает у нас пластмассовая линза, поскольку первые два компонента могут быть легко сформированы в тонкие и плоские модули, большая часть веса и объема уходит в оптику для просмотра. Чтобы значительно уменьшить общий размер и вес VR-дисплеев, они заменили этот громоздкий элемент голографической оптикой. Она позволяет несколько раз отражать изображение на коротком расстоянии, за счет чего глаз сможет с легкостью сфокусироваться. За всеми подробностями в описании. Foundry выпустила Mari 4.6. Mari разработан для создания текстур. В обновление внесли фишки для запекания текстуры, то есть контроль над UV стал лучше за счет новой опции Bake Point, которая позволяет ограничить диапазон патчей и который обрабатывается при каждом запекании. Улучшен процесс интеграции файлов Mari в Katana. Внедрили локальный режим пространственного преобразования текстуры. Это когда отдельные элементы можно вращать по осям. Улучшили систему Node. Теперь будет предоставлен список входов и выходов узла. И доступен исходный код плагина импорта USD Mesh для импорта в формате USD в Mari. Плагин изначально был разработан в Pixar, а Foundry его переписала. Ну и все остальные фишечки ищи по ссылке. Вышло обновление Sinsides 2007 от Anderson Technologies. Это у нас версия 1048. Внесли множество изменений в функционал программы. Внедрили новую систему чтения файлов ARRI RAV и Blackmagic RAV. Чтобы уменьшить время загрузки Sinsides, будет задействована нейросеть TensorFlow. Это библиотека машинного обучения. Исправили ошибки версии 2004. И все изменения смотри по ссылочке в описании. Microsoft Market представлен на Oculus. Загрузить можно бесплатно. Market дает возможность создавать эскизы в виртуальной реальности. Он включает в себя набор инструментов для импорта, создания и раскадровки материала в VR, а также библиотеку примитивов и значки пользовательского интерфейса. Market имеет бесплатное дополнение Unity. Это необходимо для импорта содержимого приложения в Unity. Атой выпустил Sculptron Alpha 2. На официальном форуме объявление было выпущено 10 января, но почему-то только сейчас Атой чирикнули об этом. Sculptron схож по значению с ZBrush, но все же не конкурирует с ним, так как Sculptron предназначен для скульптинга и анимации, чего нет в ZBrush. Пока что программа в бесплатном доступе. Sculptron поддерживает для импорта только формат OBG. Анимированный кэш можно экспортировать в формате MDD. Ну и разработчики пишут, что скоро появится Олембик. В обновлении полностью была реорганизована временная шкала и улучшено передвижение по окну скульптинга. Теперь можно активировать сетку для предварительного просмотра OpenGL. Более подробную информацию найдешь по ссылочке. В скором времени выйдет Octane X. Атой выпустили обновление 10.15.6 в бета-тестировании в закрытой группе избранных. И, как пишут на форуме, это последние доработки. Пост был выложен 17 июля, но пока что анонсов не поступало. Возможно, такое затишье связано с выпуском Embergen FX. Разработчики как бы дают время на ознакомление новых фишек. Bumper Studio вместе с Maxon объявили конкурс. Цель — это создание анимации персонажа Колина из Coffee Run. Это короткометражка студии Bumper. Конкурс продлен до 15 августа. Участники могут выиграть бесплатную подписку на Cinema 4D на год. Победитель получит графическую рабочую станцию от Renderboxes и виртуальную стажировку в Bumper. Все условия и подробности по ссылке. В рамках Foundry Live 22 июля пройдет вебинар, на котором представят обновленный Nuke 12.2, ну и его возможности. Проходи по ссылке в описании, там ты сможешь зарегистрироваться и получить код доступа. Ну и, естественно, презентация будет на английском. В научно-фантастическом фильме с простым названием B на главную роль утвердили робота-андроида Эрику. Она была создана японскими учеными в рамках исследования робототехники. Ученые научили ее различным действиям, применяя искусственный интеллект. На проект выделено 70 миллионов долларов. Движения и эмоции Эрики создаются с помощью обучения языку тела. Ух, спасибо за просмотр! Ставь лайк и комментарий, это очень помогает продвижению канала. За здравие лайкнем в ответ. Удачи, мой друг!